Привет, зритель! У меня, как обычно, как готовить, так камера разряжена. Ну, несколько минут там есть. Я сейчас почищу тут эту штуковину. Да, тыква у меня. У меня есть три тыквы. Две больших на балконе лежат. И одна маленькая, которая лежала на шкафу. Я сегодня на шкаф полезла что-то там сделать. И смотрю, тыква с одного бока решила отдать Богу душу. Причем не мне. Я не говорю ту самую фразу интернетную, от которой некоторых верующих или троллей, скорее всего, поповолит. Поэтому отдать Богу душу. На одну треть она какая-то, как оказалось, была уже того. Какая-то черная фигня на ней была. Я сначала хотела зафоткать, скинуть ряду, узнать, что за нахрен. Потом понимаешь, что она местами мягкая. Я вот срезала, потом еще срезала, еще срезала. Ну и, в общем, то, что осталось тут. Да, у меня Мандарин тоже немножко решил отдать Богу душу. Она будет его сегодня съесть. И я решила, что почему бы не сделать кексик. Там мне в каментах, как-то я скриншот даже сделала. У меня в дропбоксе оно есть. Рецептик. Зрительница одна оставляла. Но у меня не совсем все ингредиенты оказываются в наличии. Плюс еще стиралка стирает, чтобы идти, допустим, в магазин. Ну и я поэтому решила полазать по кукпеду и посмотреть какие-нибудь рецептики. И там один не такой, ну как бы простой был. И один такой тоже как бы простой. В итоге один, который совсем, ну, скажем так, у которого ингредиенты совпадали с моими. Я выбрала. Управляю я не с телефона, потому что у меня как бы оно, приложение кукпеда открыто. Ну и решила я в итоге сделать кексик. Не знаю, сколько у меня тут это выйдет. Сейчас я почищу. Как бы часть их очищу на камеру. Часть очищу уже, пока камера будет заряжаться. Потом измельчу. В принципе, можно так-то в мясорубке. Но из-за такого количества доставать мясорубку, может, в этом, в блендере быстрее будет. Короче, соображу. И потом у меня камера таки зарядится. Я процесс смешивания хотя бы запишу. У нас вчера выпал снег. И был дикий ветер. Сегодня вроде как тоже снег. И местами он даже идет. И непонятно, то ли тает, то ли попутно еще докапывает. Ну, тоже ветер, но, по-моему, не такой сильный, как вчера. Я потом доползу или до магазина, или до мусорки, или просто мозги проветру. Тут какая-то жопка. Несрезаемая. Ну, это тот кусок, наверное, где она прирастала к земле. Или еще к чему она там прирастала. Но, в общем, как-то странно с этой тыквой. Случилось. Я вроде как планировала потопить какао, сделать шоколадик, сделать песочный пирожок, либо печенье. В инстаграме я когда-то давно увидела хороший рецепт. Там масло, значит, сахар и мука. У подписчицы. Внезапно. Только у нее была сливочная, я даже у нее узнавала насчет растительного. Ну, и, короче, я думала его сделать. Но вот придется делать пока с тыквой что-нибудь. Как бы у меня есть борщик на заправке. У меня есть на второе замоченное. Но уже она как бы давно размоченная. Это штука, как ее, спаржа соевая. Потому что, чтобы как бы кашку-то уже не сделать, но есть что жрать там. То бишь есть продукты, которые надо съесть. Поэтому пусть будет пирожок. Китай. Короче, зритель, ты понял, как я тут чищу, да? Ах, зритель, я так хотеть спать. Я тут виноград, который надо бы сожрать. Надо его на видное место подставить. Короче, сейчас я все-таки пригатну эту тыкву. Она у меня убиралась на время в холодильник. На всякий случай. Надо ее, наверное, порезать для начала немного. Я, наверное, фигакну тыкву. Потом посплю. А потом доделаю этот самый кексик. Немножечко. Ножечек. Я тут волосы распустила. Часть с молоком пью. Так, что-то у нас какая-то пельня, надо обыть ее. Прилипла что-то в жопке тыквы. Я была на воздухе. Спать от воздуха не захотелось, но сейчас вроде как тянет. Как бы тут это вредь-то. Так, как бы тут это вредь-то. Мне в субботу обещают кладить молочко с творожком. Так, как и в data выкладывает кладeled. Я взял в виде тюнинс. Он весит. Стивитое. Так, как и в микро-пильти. Я взял так, что я покажу. Я взял так. Я взял так, что я взял так. Я взял так. Я взял так. Так-с, как-то ее надо тут, может, потолку убрать. Вот так, вот так, на обратно, ввозь. Так, показалось, будто она на кассе бока стоит. Вот так вот порезала эту тыкву, она стала занимать больше места, чем до этого была. Надо ведь что-то взять, в это, подсчета под нее. Вода тут откуда-то взялась. Все пиалочки заняты. То спаржей, то халвой, то еще какой-то хренью. Наверное, надо в обратную сторону. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, как бы тебе это. Оно будет шуметь, зритель, так что, где-то пару минут, может, ну, несколько секунд покажу, как оно выглядит в действии. А потом отрублю камеру, а то больно шумно будет. Ну, ты на будущее, зритель, если что, скажите, типа, не, Лёля, хочу, чтобы оно шумело нахрен. Так, как бы мне воткнуться в день. Лежать не падать. Все это надо стояк уже сделать. Наверное. Сейчас мы кусочек. Еще кусочек. Так, забываю все время в кучу, но хреначить-то его. С удовольствием. Наверное, их надо поменьше резать. Хрен знает. Так, что-то положить. И, конечно, я не буду снять. Здесь есть еще одна. Вот это вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... У меня такое ощущение, что надо... Другую терку использовать... Ну, размером... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я поняла, я же ее не взвесила... Ну, короче, зритель, ты понял, что тут должно быть... Я сейчас пока камеру временно отрублю... И буду дальше ее фигачить... Прям сок из нее капает... Просмотрев кучу дуэлу этих самых рецептов на кукпет... Я поняла, что лучше все-таки попробовать рецепт, проверенный зрителем... Набиваю, набиваю стаканчик тыквой... Тут понимаю, что надо бы камеру включить... У меня еще она не дотертая... Там немножко осталось... Там как бы есть уксус... Но у меня уксуса по умолчанию нет... Я подумала, что уксус можно заменить, допустим... Соком лимона... Сода, гашеная уксусом... Плотненько набитая кружечка... Но кружечка это, по идее, стаканчик... Я сначала хотела взвесить этот стаканчик... И отвесить в него 400 грамм этой тыквы по какому-то рецепту... Даже нашла, вроде как, меняемый рецепт... Но там... В микроволновке надо было делать... Но я, вроде как, уже нацелилась на духовку... Все-таки все эти неточные рецепты кукпета... Не только кукпета... Есть, конечно, сейчас больше всякого сортимента на кукпете... Рецепты адекватные... Но вот если вдруг черта... Такое вот, как вот, допустим... Порошок из тыквы... Кексик этот чертов... Надо! И нет же ничего меняемого... В общем, вот у нас тут стаканчик... Так, что у меня тут на картинке-то? Я скриншотик же сделала... На дрокбокс закинула... Из дрокбокса на телефон уже закинула... Так... Нам надо... Значит, два яйца... Чайную... Я все-таки деснула... Я тут так и зависла... На чайную ложку соды гашеного уксуса... 120 мл растительного масла... 150 грамм сахара... И буки 250-300 грамм... Щепотка соли и корицы... Одна чайная ложка... Сейчас я корицу достану... То-се... Камеру только пока вырублю... Дотру, может, тут остатки этой своей циклы... Тут у нас такое ветрище, зритель... Короче, я вроде все составляющие достава... У меня сейчас такая баррикада... Ах... Сейчас я гляну, что там надо так... И блин... Так... Нам надо два яйца... Так... Яйца отбить до белой пены... Добавить к ним тыку... Все остальное... И муку просеять... Короче говоря... Я сейчас... Захира начу сюда... Пару яиц... У меня тут есть миксер... Сам миксер сзади камеры... А... Вот эти фигнюшки... Они на столе... Ну и взбивать я, наверное, буду... Посмотрю, короче... Может, на поводу нажмут... Прежде чем... Взбивать... Потому что надо эту штуку взять... А может, не... Не... Нажмут... Я как раз сегодня купила яйца... С2... Торец... Ну и раз... Нажмут... Надо былоlehre... Пар 27%... Так, надо мне взять эту штуковину, мой-то потопный советский миксер. Так, и надо сообразить, куда его поставить, в окно, в смысле. Так, розетка здесь рядом со штативом. Так, розетка здесь. Я пробовал, как-то застал его. Девушки-потом dadу. Девушки-потом. 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 Продолжение следует... 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 Не с мухами же, а с какими-то дурацкими косточками. Так, нам еще надо одну ложку и взять корички. Где ложки-то? Чайная ложка корички. Потом мы туда зафигачим остатки тыквы, взобьем и уже будем фигачить муку. Да, мускатного ореха у меня нет. Мне тут как бы работу предложили. Я хотела заказать себе мускатный орех кругленький. А потом думаю, а что он мне этот мускатный орех. Надо его как-то молоть. Потом думаю купить этот мускатный орех. Молотый. Ну а что он мне этот мускатный орех, думаю, куда его кладут. Его, кажется, вот куда кладут. Ну, в детстве-то у моей маман был этот мускатный орех. И кругленький, и молотый. Так, это же вроде сухая ложка. Что тебе тогда прилипло? Ну, тут у меня как бы корица в перемешку с сахаром, поэтому я думаю, можно побольше фигакнуть этой корицы. Один к одному тут был. Что-то у кошки прилипло. Я думала, она сухая, но не совсем сухая. У меня там что-то всё бзякает и бзякает этот телефон. Сначала я видела, что там вроде... А, тут какая-то Алиэкспресс прамит. Мне там в комменты товарищ отписал, зритель, в инстаграме. Ну, я потом гляну так. Короче, что я положила. Осталось только муку и эту штуку. Яйца взбили. Как плохо, я зафигачиваю. И почти так яйца взбили. Соды с горшёной, с лимонным соком зафигачили. 120 мл растительного масла рисовых от любези зафигачили. Ну, как зуб можно любое же растительное масло. У меня оно что-то не пошло. Вот в тесто нормально. Пожарить там на нём немножко осталось. 150 грамм сахара зафигачили. Останется только... А, посолить ещё надо специи. Я добавила. Надо, значит, посолить. Останется только ещё... Эту, как её, блин, назвать-то. Муку за хреначить. Соль. Кстати, заметь, зритель, я фигачила обычный сахер. Этой из свёклы. Короче, свёкличный сахер я фигачила. Я что-то так подумала, что яйца я тут взбивала что-то. У меня вместо того, чтобы пеной такой быть, ну, короче, вместо того, чтобы сделаться маршмеллоу, у меня получилось суфле. Потому что в яйцах вот эта фигня... Виноградный сахар очень быстро растворяется. Он намокает и не успеет. Ну, нет такого эффекта, как, допустим, от сахера. Я потом как-нибудь взобью яйца с кокосовым сахером. Смотрю, как будет. А тут уж решила, чтобы не рисковать обычный сахер. Как нафигачила. А у меня тут чай был. Так, нам можно пока убрать. Чтобы не стояла нам душой. Это тоже нужно убрать. И оттуда убралась зритель. Ну, где-то, наверное, не видно. Я потом вот что-то заинстаграмлю в стенном шкафе. Там в стеной шкаф. У меня шкаф нет стенного шкафа. Это на механке был. Короче, это шкаф, который над столом кухонный. Так, эту фигню мы сейчас досунем сюда. У меня там как бы надо сделать обзор чая. Посылку от целой блогерши. А я тут все. Тому к баге фигачу. Прохавчик сваяю. Так, сваливайся. Так. Ничего, такое вроде как-то-то. Масло только ощущимо. Блин, я же это два стакана того кокошева. У меня только один стакан. В смысле, только два стакана таких. В чем я муку-то буду отсеивать. Так, лежите тут пока. Соду тоже можно убрать пока. Так. Надо обратно одеть эту штуку. Я не так сунула, но сначала другую дырку. Так. Фига-пс. Там как раз сначала первая одевается, потом вторая. Если одну сумму, то вторая уже хрен влезет. А вот какая из них? Видимо, та. Так. Вот же геморта. Во. Во. Чем это. Ой-ой-ой-ой. Лапу скрючила. Мы забьем. Так. Наверное, надо муки сразу просеять. Потому что оно плеваться стало. Уже не выгривается нафиг. Как надо. Еще форму приготовить. Моя одна занята. Я все никак из нее не вытащу то, что не надо. А другая силиконовая еще есть. Но это что-то хозе. Я вообще хозе пьяна. И есть не совсем форма. А другая форма вообще с молотыми сушеными орехами и сухофруктами занятая. Так, нам надо муки. У меня даже есть фигня, которая сеет. Так, зритель, я пока отрублюсь, чтобы найти стаканчик. Так как у меня тут большую часть загораживает пакет мукой, я хозею. Что-то зрителю увидишь, но я постараюсь тебе показать. Я, в общем, поняла. Мне надо два стакана где-то так муки. Может быть, меньше. Сначала мы зафигачиваем совочком муку в стаканчик. Я забыла, что у меня есть просто стаканчик без делений. Так. Ну, вроде как в стаканчик. Я тут сняла пока эту голубую штуковину. Я эти штуки сейчас отодвину, малость. Так. Так, и надо мне ее просоять. Мне так прикалывает эта штука. Так, все, вроде бы, выпроснулась. Так. Может, уже не миксером делать, а рукой. Что-то надо было сделать-то вообще. Яйца мы зафигачили. Яйца мы зафигачили, тут мы зафигачили сол, душ с лимоном зафигачили, масло растительное, сахар, соль и корица. На мультиварке выпекают, у меня мультиварки нету. Но я посмотрела примерно рецепты, там 180 градусов, 45 минут, где-то так, в этой самой штуке можно делать. Хотя, наверное, все-таки надо воткнуть в этот самый миксер. Так, вспомнить бы, как я зафигачивала-то. Сначала тебя, да? Так. Чего ты не суешься? Во, сунулась. Потом тебя. Так. Во. Блин, вот я лох. Оно сейчас прыгать будет. Надо же сначала голубую пиговину. На овощу зафигачиваю. Так, стаканчик уберись пока. Так, сначала тебя. По дому. Тебя. 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 Продолжение следует... 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 А пока больше не отжаем. А пока больше не отжаем. А вот что. Я думаю, что он ее поснежен. А оно на второй скорости. Ну, я думаю, хватит. Все, надо достать форму, смазать ее маслом и освободить место вот здесь. Так. Продолжение банкета, зритель. Я тут слегка разгребла это все. Мне сейчас надо смазать форму маслом. У меня как бы она форма может быть. Но это, по идее, я ее покупала как кастрюлька. У нее еще ручечка приставная есть, чтобы, допустим, овощи потушить. Но вот что-то. Как-то. Иногда я ее использую как эту, как форму. Тут вообще как бы масло это... Мистер Вика подсолнечная соливка. Фабрин соливка. Как оно там звать-то его? С авокадой. Я его там обозревала в съесть или выкинуть. У меня там еще две порции на обозреть в съесть или выкинуть. Мне лицо никак не обозрю. Она как бы считается непригораемая, неприлипаемая, но хрен ее знает. Смазать-то лишнее не будет. Сейчас надо как-то это отсюда вытащить. Гора посуды будет. Ну, еще вот такая, так себе горка. Внезапно оно выливается. Мне казалось, оно такое густое, что и хрен грится. Наверное, надо ложкой это заскальбать-то. Так. Как там я тебя? Без болезни надо будет. О! Руки хватило. Правда, тесто кусок упал. Блин, надо ложку где-то взять. Ну, что такое? По вкусу, да? Коричко это дает. Нет, теперь где-то ложечку надо будет. Ладно, сейчас у меня, видимо, эта штука потеряется. Пум. Далее, деревянную достала. В следующий раз, если буду что-то готовить, при этом не сильно спонтанно. Вот так, чтобы и камера заранее была заряжена. Я, может, другой ракурс у камеры попробую замутить Ну, в смысле, не на руке, а на штативе тоже Только как-то с другой стороны С разных ракурсов, короче Откуда-то как молотес тапит Иди-ка ты Мне пришла мысль, я не помню, озвучивала или нет Как-нибудь взбить белки кокосовым сахаром, посмотреть, что будет Так Сейчас я, наверное, ее поближе, где зритель поднесу, в смысле, к камере Эту миску Так Ну, тут видно, короче Честно, это На всякий случай, можно положить какую-то фольгу Вот она удрапывает, хотя, а что ему удрапывать Ну, подстраховаться надо Так Не фольга Вот фольга Вот, приколься Тише, тут пока это Видите, такой нету, чтобы тебе дать Дать Ну, блин, немного оборвалось Ну, вам надеяться, что это просто подстраховка Короче Суйся туда На среднюю полочку Иди Сюда Ты уж, наверное, не можешь подниматься В два раза больше, чем есть Так, закройся Ну, где-то так, 190 градусов Вверх плюс вниз Вот, пусть только не забыть Так, еще отодвинуть от окна Надо Отодвинуть от окна Вот готов Вот так-то вот, кемя вот так вот положить Ну, что, зрители, мы пустили это в ход Там 45 минут, да? Ну, где-то так и есть В крайнем случае добавлю потом Сейчас я буду тут слегка убираться О, сок опять накапало Нацелилось А надо куда-то сообразить Как это переложить Или прямо в это убрать Или по контейнерам раскидать И часть морозилку сунуть Тогда, зрители, он испекся Сейчас надо как-то его достать И он реально, так сказать Местами поднялся Я подумала, если я им проникнусь То я потом еще такой же сделаю А эти штуки я Три практически полных у меня контейнера По 250 мл вышло Ну, в общем, два полных И один на две трети Если проникнусь им То потом сделаю еще такой же Надо сообразить, куда бы его перекинуть Ну, там это спичинкой надо проверить То все Ну, вот шкурка Вполне себе Жуется Куда тебе положить-то? Так Не забыть бы, что у меня там зернышки лимона Ух ты, он выпал Я прям почуялась, что он выпал Только теперь как-то надо это Так Во Ну, тут что-то А, это то, что капельки были Капельки прижарились Сырка Ну, короче, тут немножко придется Потом отмочить эти капельки Сейчас мы его Провернем Ай да я Сейчас скажем спасибо Человеку Я знаю, что Люди имеют свойство Бенять Название аккаунтов Но я надеюсь, что человек Меня увидит И поймет, что я про нее Матильда Бусиен Спасибо тебе за рецепт Очень хороший проверенный рецепт Уже мной проверенный Я, возможно, этот скриншотик Потом в монтаж ставлю С самим рецептом Ну, чтобы вам, если что, кому-то Была Как бы наводка такая Типа, вот проверенный Люле рецепт Он горяченький Наверное, надо подождать Пока он остынет Чтобы его Порезать Сказала Люля Отломила еще кусочек Надо поставить чайочку У меня, возможно, завтра придет работа Я сегодня пыталась себя Ну, пока я тут убиралась Там оставалось минут 15 Еще ему допекаться Думаю, сейчас Завью шевелюру Обозрю посылку Наконец-то Которую еще на понеделе получила Обозрю чайчик Который собираюсь обозреть И, с одной стороны Так спать и ход С другой стороны Может быть, работа Если, ну, как бы Еще не факт Завтра или в субботу Будет работа Это Случится Не В первой половине дня Возможно Даже Не случится Если, допустим, завтра получится То это До первой половины дня Я могу Записать пару роликов Да И смонтировать их А, как-то это Достать А я не до конца Разрезала А, надо уже на дусочку Наверное положить Они на этой Они на тарелочке Рядут У нас там ветер Завывает Да, он еще как бы Горяченький Потому что у меня тарелка Тут вспотела Это можно, наверное, пока Сюда и обратно Сейчас я отрежу кусочек Просто показать Зритель Какой он Изнутря Вот так, наверное, сделать Вот он Зритель Вот такой А, правда Выпекала И в итоге у меня там На 190 было Думаю, что нормально 190 Примерно минут 45 Главное Про него не забыть А то у тебя такая Я могу Сделать Что-нибудь вкусное И забыть А оно потом Сухариком станет Топинки Вкусненькие Иннезапно Первый раз Осознанно Я Пирожок из тыквы В том плане Что сама Первый раз делала Там муж в гостях Родственники делали Давали похавать Но они говорили Потому что у меня Близкий родственник Любит Шонную кашу С тыквой И кроме нее И меня Никто ее не ест Я как-то к ней пришла Вот такая вкусная каша Думаю Что за каша А потом А говорит С тыквой Я говорю Да наверное не вкусно А она говорит Да ты схомячила Типа вкусно было Я говорю Точно Ну тут Она очень отдаленно Чуется Но вот если не знаешь Что это тып А то и не поймешь Озенышки пока Не попадались Я думаю Что в следующий раз Можно допустим Корицы добавить Шкурку этого Мандарина Потереть Я вот только в следующий раз Запастись нормальным лимоном А то он у меня Перемерз Пока мерз Усох Какая вкусная Что-то Блин Мне еще это Терри панкировать Так что вот Если ты Осирил до конца И вдохновился Испечь То Хорошо Даже если ты Просто осирил Но не вдохновился Но я сейчас Похомячу Может ты Вдохновишься Тоже похомячить И тогда тебе Хочешь не хочешь Придется его печь Я правда не знаю Я так поняла Что тыкву-то Уже многие Заюзали Еще раньше меня Это я Запятая У меня там Две тыквы На балконе Лежит большик Маленькая Вот эта вот была На шкафу И они Могут Как бы Лежать долго Но может Большинство людей Эта тыкву Уже укокошили Но по идее Я как-то Магнитик Каждодневную тыкву В пакетике Покупала Кусочками Еще Два с ней Делала Не помню Что Так что Если что Зритель Можешь купить Замороженную Резаную тыкву В каком-нибудь Там магазине В том же В Ашане Допустим Это у каждого дня Я просто Тыкву Видела Только у каждого дня Может Их Продают Где-нибудь На развес Или целиковая Тыква Типа Как у торбуза Только тыквы В магазинах Каких Какая-нибудь Вкусная Скука Так что Зритель Дерзай Я же Дерзнула Пока Зритель Вот тебе Зритель И обещанный Рецептик Кушай На здоровье